Привет, ты смотришь студенческую весну 2020 на телеканале Невер ТВ. Меня зовут Диана Латышева, а это мой соведущий Александр Фирсов. Да-да-да, всем привет, ребят. Именно мы, те серые кардиналы студенческой весны, которые для вас каждый день в прямом эфире освещаем все, собственно говоря, концерты в нашем паблике ВКонтакте. Сейчас вот здесь так хоба-магия на монтаже, ссылочка появилась ни с того ни с сего, да? Вот сейчас вжух, она так ушла вбок, вот. В общем, вот там по той ссылочке ты мог посмотреть все дни студенческой весны. И именно те ребята, именно мы, те ребята, которые отвечаем вдобавок еще и за то, чтобы изображение выводилось на экранчике в Униксе. Так что благодаря нам, как бы, вы периодически попадаете туда. Ваши забавные реакции, ваши обнимашки, ваши поцелуйчики, все это благодаря нам. Пау-пау-пау. А еще во время студенческой весны корреспондент программы «Неделя спорта» готовит для тебя специальный дайджест каждого концертного дня. Как раз-таки их мы сейчас и посмотрим. Поехали! А вот сейчас заставочка такая. Шух отсюда! Первая неделя студенческой весны уже прошла и выступило целых шесть институтов. Свою концертную программу в первый день представили Институт геологии и нефтегазовых технологий и Институт фундаментальной медицины и биологии. Ну что хотелось бы сказать. Ребята выступили, как бы, я считаю, весьма отлично, весьма достойно своего уровня. К сожалению, не показали чего-то сверхнового. Все осталось очень близко по уровню с прошлым годом, за прошлым годом. Но, с другой стороны, это и неявные президенты на гран-при изначально были. Но, тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что все обыденно, мы посмотрим дайджест, который готовил для вас Евгения Романова. Евгения Романова. Женька, жду. Первыми выступали геологи, которые окунулись с головой в историю России и КФУ в частности. Они показали постановку, повествующую об одном непокорном амбициозном студенте и его подруге, решившем отыскать особую печать Александра Второго. Упоминая творческие номера геологов по ходу постановки, нельзя не отметить их разносторонность. В выступлении песня «Do you love me» в исполнении коллектива «Джойнт» тут перекликается со стихотворением «В памяти стен», которое прочитала Яникова Аделина. В моменте те, когда звенело небо громом, когда везде был вой, ракет, гранат, когда не время разбирать, кто прав, кто виноват. В выступлении также фигурирует и татарский колорит, которому отведено было два музыкальных номера от Исламовой – Рузели и Утибаевой Рушуни. Не обошлось и без танцев, которые были продемонстрированы коллективами «Наврус» и «Инсинья». Но в завершении выступления геологов играла композиция «Can't Stop the Feeling», которая на мажорной ноте подытожила первое выступление на студвесне 2020. Следом за геологами выступали биологи, которые показали классическую лав-стори двух молодых людей. Сцены в клубе возле кинотеатра – прямое тому подтверждение. Герой находится в поиске настоящей, чистой любви, которая сможет им дать то незабываемое счастье, о котором мечтает каждый из них. На протяжении постановки они погружаются в разные психологические состояния, проверяя на прочность друг друга. После чего в конце наступает долгожданный хэппи-энд. Выступление было наполнено самыми разными номерами. За музыкальные и театральные отвечали творческие коллективы «No Fun», «Титан» и «Арслан». Танцы в стиле хип-хоп были представлены в исполнении Микусевой Владиславы, Семеновой Алины и Асайдулиной Эльвины. Заканчивали биологи свое выступление общей песней «Don't Stop Believing», которая по праву характеризовала настроение всех сидящих в зале. Евгений Романов, Ксения Уваровская, Студенческая весна 2020. Во второй день со своим концертным программами выступили «Химический институт имени Бутлерова» и «Юридический факультет». Единственный факультет в Казанском федеральном университете. Как они говорят, «Юрфак всем факом фак». Не знаю, видимо, это было немножко нецензурно. Что хотелось бы сказать. Вот ребята из «Юридического» сделали просто крутейшую... Программу? Нет, это программа в духе «Аладдина». И что мне очень понравилось, они вытащили на сцену настоящую живую обезьянку, которая просто была дрессированная и сидела на плече у главного героя постоянно. Это было очень классно. Мы специально старались иногда в трансляции показывать ее крупным планом, и ребята в комментах писали, что типа «О, это мило, это классно». Вот. «Юрфак» запомнился, действительно запомнился. А вот скажи мне, чем тебе запомнились «Химики»? «Химики» наверняка тоже чем-то запомнились. У «Химиков» была весьма интересная композиция по греческим мотивам. Это история и в «Редике», и «Орфея». И у них был потрясающий симфонический оркестр в конце выступления. Мне кажется, это просто взрывалый зал. Ой, 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 насчет оркестра. Кстати, я встретил этих ребят еще перед началом концерта в фойе, потому что все институты, они так или иначе делают свою площадку в фойе. И вот симфонический оркестр играл там, и это было очень круто. И вообще «Химики» вы тоже, ребята, очень крутые. «Юрфак» «Химики» вы крутые. Ваш день нам как-то подзапомнился немножечко. Поэтому давайте, собственно, дайджест чей-чей-чей-чей-чей. У нас подготовил Валерия Биниман, так что давай посмотрим именно его. Второй день студенческой весны открыл «Химический институт» имени Бутлерова. Вокальный коллектив «Кмах» погрузил зрителя в уютную атмосферу и дал насладиться прекрасными голосами выступающих. Далее на сцене появляется театр теней, их голоса. Все были растроганы военной постановкой ребят. Не следует забывать о замечательных танцевальных номерах. «Химический институт» имени Бутлерова. Завершающее выступление досталось эстрадному оркестру «Аврора». Инструментальное исполнение оказалось на высшем уровне. Все присутствующие в зале были в восторге. Следом за химиками выступали юристы, которые окунули зрителей в настоящую сказку. Атмосферу Востока со всем его колоритом создавали на сцене танцевальные номера «Абхазури» и «Магия Востока» коллектива «Эсперанто», а также сольные выступления. Затем мы видим Аладдина с настоящей обезьянкой Абу на плече. Красавица Жасмин оживает со страниц сказки. А Джин так и остается тем же веселым персонажем, который смешит весь зал. Берешь ламбу, трешь ее, загадываешь, я исполняю этапы, чем мы, Джины, занимаемся. Огромную работу проделали вокалисты, авторы слов и музыки творческого коллектива «Энерджи». Амиров Артур и Шакирова Камилла своим дуэтом погрузили весь концертный зал «Волшебный мир», тем самым завершая выступление. Валерия Бинниман, Максим Жаробоев, «Студенческая весна-2020». Ну а в третий день выступили Институт экологии и природопользования и Институт управления экономикой и финансов. Спойлер, спойлер, спойлер. Скорее всего, эконом будет претендовать на гран-при, потому что программа была... Вот такой мем сбоку, от меня можно «белиссимо» на монтаже добавить. Самое прикольное было, когда директор их института выступала с номером TikTok. Это был специально подготовлен видеоряд, где она делает свои сторис в Инстаграме, в ТикТоке и ВКонтакте. И это было вообще в тренде. И сделано очень креативно и очень круто. Диан, перебью тебя сразу. У эконома вечно, просто всегда, постоянно крутая команда видеографов, которые готовят всякие смешнявки с директором, либо просто музыкальные номера. У них это смотрится очень классно. Ребята, респект. Вы, на самом деле, крутые по-настоящему. Ну а что можно сказать про Институт экологии? На самом деле, ребята сделали постановку по мотиву мультика «Анастасия», затронув историю Анастасии Романовой. Но, честно говоря, немножечко... Не доиграли. Чуть-чуть-чуть-чуть не доиграли. Надеюсь, что в следующем году ребята сделают намного более крутую программу. Все-таки, ребят, извиняйте, одно дело смотреть концерт за сценой, другое дело смотреть концерт с будки наверху, и видишь все ваши вот эти вот какие-то косяки недоработанности. Вам есть куда стремиться, вы классные, мы верим, что у вас все получится. Ну а давай просто сейчас покажем дайджест Ксении Уваровской, чтобы зритель сам решил, что ему понравилось, а что нет. Концерт открывал Институт экологии и природопользования. Все началось с представления зрителям Анастасии Романовой, главной героини, которая была дочерью Николая II, последнего из российских императоров, а также ее бабушки, которых впоследствии разлучила революция. Несложно было догадаться, что ребята за основу своей концертной программы взяли всем известный мультик «Анастасия». Экологам удалось гармонично объединить сюжет мультика с творческими танцевальными и музыкальными номерами. Одним из ярких выходов стало вокальное выступление Беназир Байсалбаевой с арией Барбарины из оперы «Свадьба» «Фигаро». Данное выступление затмило всех зрителей и дало возможность студентам познакомиться с академическим вокалом. Также стоит отметить танцевальные коллективы «Свободные» с номером «Революция», который не оставил никого равнодушным. Прекрасными вокальными номерами нас параду Элеонора Самохлеб с авторской песней «Анастасия», а также ансамбль «Иоип» «Моя вселенная». Свою концертную программу экологи завершили с песней «Домой», которая стала ярким финальным аккордом в их выступлении. «Домой юная любовь, вернем тебя домой». Далее черед пришел за Институтом управления экономикой и финансов. Конкурсная программа этого института началась с монолога почтальона, который неожиданно для зрителей оказался в концертном зале. А сразу по окончанию монолога на сцене нам удалось увидеть свет софитов, декорации и танцоров в интересных костюмах, которые сразу же овладели вниманием зрителей. Одним из самых запоминающихся номеров стало выступление современного танцевального коллектива «Спик Аут» с номером «Птички». Это стихийный танец, который вызвал бурю эмоций не только у зрителей, но и у жюри. А расслабиться нам помогла театральная студия «Алиса в стране чудес» с странной миниатюрой «Татарская деревня». Стоит отметить качество юмора ребят и их актерскую игру. Не оставил равнодушным зрителей зала ретро-песня Дарьи Барыгиной с фольклорным названием «Растет в Волгограде березка». А финальной композицией экономистов стала энергичная песня «Лови волну». Ну а мы с нетерпением ждем продолжения фестиваля. Ксения Уваровская, Владислав Кузора, Студенческая весна 2020. Вот так ярко прошла у нас первая неделя студенческой весны. Сэм, решайте, кто является фаворитом на ваш взгляд. Ну а мы сейчас находимся на съемках уже второй недели фестиваля. Много выступлений нас еще ждет, поэтому не будем делать акцент на каком-то конкретном. Все прямые трансляции ты можешь увидеть вот здесь так. Хоба, опять магический ссылочку мы нарисовали в титре, да, она такая выехала. Подержалась, подержалась, подержалась. Кстати, именно там, вот в этом же паблике, мы еще разыграем два билета на Бузову. У Бузовой концерт в субботу, 21 числа. Олечка ван Лав. Так что это, ребят. Как и всегда, мы будем для вас стараться работать и показывать вам самые лучшие моменты из зрительного зала. Но обо всем, обо всех перипетиях Студесны для вас рассуждали Александр Фирсов и Диана Латышева. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok